Дорогие друзья, предоставляется вам уникальнейшая тема, я считаю, что это вообще бестселлер, для нашего с вами переосмысления рождения новой воды. Высшие силы Христос Мелсифидек, контактер Светлана Драчева, Сергей Карнашевский и Марина Шульц. Вода, оксид водорода. Бинарное неограниченное соединение с химической формулой H2O. Молекула воды состоит из двух атомов водорода и одного кислорода, которые соединены между собой ковалентной связью. При нормальных условиях представляет собой прозрачную жидкость, не имеющую цвета, при малой толщине слоя, запаха и вкуса. В твердом состоянии называется льдом. Кристаллы льда могут образовать снег или иней, а в газообразном водным парам. Вода также может существовать в виде жидких кристаллов. Википедия. Здравствуйте, дети мои. Дети Земли, дети галактики. 11 декабря 2016 года на планете Земля произойдет важное событие. Оно повлияет на развитие всего человечества и каждого человека в отдельности. Это событие связано с вхождением вашего мира в новый эволюционный цикл. Дети мои, вода планеты, Земля готовится к чудесным переменам. Уже многое знаете о воде. Это важная основа вашей жизни, вашей жизнедеятельности. В ваших телах живет вода. Живет она и в теле вашей планеты. Вода является многомерной осью энергоинформационного обмена между живыми существами и окружающим миром. Не случайно ученые обращают внимание на воду как носитель информации. Вода может принимать форму жидких кристаллов, а кристаллы не только носители и распространители энергоинформации. Преображаясь, сами кристаллы меняют окружающее пространство. Больше двух третий Земли покрыты водой. Физические тела людей почти на две трети состоят из воды. Подумайте, дети мои, что будет, если вода в вашем мире начнет активно меняться? Ответ очевиден. Начнете меняться вы. Переменится сама жизнь. Вода на первый взгляд представляется однородной жидкостью, однородным веществом, но это только для внешнего наблюдателя. Молекулы воды образуют разные скопления, разные кластеры, которые выполняют специальные функции. При этом кластер предлагаю понимать как обособленный объект, который, с одной стороны, имеет то общее, что связывает его с множеством других однородных, похожих на него объектов, а с другой стороны, обладает уникальными свойствами. Кластер. Английское слово. В переводе – скопление, кисть, рой. Объединение нескольких однородных элементов, которое может рассматриваться как самостоятельная единица, обладающая определенными свойствами. Кластеры воды – это системы, которые основаны не только на разном взаимодействии молекул воды, но и на разном устройстве тонких материй. Вот представьте, течет река. С одного места в другое перемещаются большие объемы воды. Вы стоите на берегу реки. В тихий погожий день нежное журчание воды ласкает ваш слух. Вокруг тишина и покой. И вам кажется, что тишина и покой разлиты во всей окружающей природе, будто все замерло. Ничего не меняется вокруг. Но, посмотрев на воду, внутренним зрением обнаружите, вода, протекающая мимо вас, все время меняет формы. Сейчас, конечно, веду речь не о форме волум, а о внешней форме воды. Говорю о ее форме внутренней. Итак, дети мои, мысленно переносимся на берег реки. Пусть это будет ваша любимая река или просто река, недалеко от которой вы живете. Вот вы на берегу. Тихий, солнечный, летний день. Журчание воды. Вы наблюдаете воду, просто наблюдаете. А я помогу увидеть то, что не замечали ранее. Вот в потоке воды появляются светло-фиолетовые сферы. Они переносятся рекой, проплывают мимо вас. Едва их замечаете. Фиолетовый цвет становится ярче. Сферы словно сигналят вам фиолетовыми вспышками. И это означает, водные фиолетовые сферы радуются, что вы заметили их. Они приветствуют вас, устанавливая с вами контакт. Поприветствуйте их. Отправьте им энергии любви. И наблюдайте дальше. А теперь, внутри потока, замечаете светло-синие додекаэдры. Это известные вам многогранники, сторонами которых являются пятиугольники. Рядом с ними заметно светло-голубые и косаэдры. Многогранники также радостно приветствуют вас синим и голубым светом. А вот в реке появляются структуры, которые по форме напоминают веретено. Это два зеркально отраженных конуса, соединенных между собой основаниями. Водное веретено приветствует вас сиянием светло-зеленого цвета. Рядом с веретеном вы видите, что это. Смотрите внимательно. Это тоже два конуса. Только по форме выстроенные, как песочные часы. Конусы соединены между собой вершинами. И это песочные часы. Приветствуют вас светло-желтым светом. Следом за конусами в воде замечаете торы. Они объединены в системы из трех торов. Торовые системы приветствуют вас оранжевым светом. Тут же в потоке воды сможете заметить структуру, чья форма напоминает цветок тюльпана. У этого тюльпана семь розовых лепестков. Они то раскрываются, то вновь собираются в единое целое, как медуза. Водный цветок также радуется, что вы обнаружили его, отправляет вам энергии радости. Радость из вашего сердца изливается навстречу. Итак, мы обнаружили с вами в потоке воды семь структур, которые являются основами для семи энергоинформационных водных кластеров. Каждый энергоинформационный водный кластер – это скопление водных молекул, которые по-особенному организованы и выполняют специальные функции. Но речь сейчас не о физических молекулах воды, а о молекулах воды, которые проявлены на уровне эфирной материи. То есть о водных эфирных молекулах. Поэтому своим внутренним зрением вы обнаружили не кластеры воды обычной, состоящей из физической материи. Перед вашим внутренним взором предстали кластеры эфирной воды вашего мира. Эфирная материя подобна вершине горы, которой устремляются разными путями все остальные виды материи вашего мира. Эфир обладает свойством концентрировать и передавать по разным каналам все другие основные виды материи – физическую, ментальную, астральную, психическую, темпоральную, огненную. Такими способностями обладают и эфирные молекулы воды, образующие эфирную воду. Более того, эфирная вода обладает особыми свойствами для объединения энергоинформации разных видов материи и для распространения ее в вашем мире. Такая энергоинформация необходима всему живому в вашем мире, каждому существу и всей планете в целом. Ваши ученые предполагают, что информационная структура воды повторяет информационную структуру вакуума, в котором информация может передаваться от объекта к объекту очень быстро, благодаря некой таинственной внутренней связи. А если согласиться с тем, что вакуум имеет внутреннюю структуру, схожую со структурой воды, тогда роль воды в распространении энергоинформации трудно переоценить. То, что ученые называют вакуумом, на самом деле является сложным объемом пространства-времени, который пронизан эфирной материей. И эту эфирную материю действительно можно сравнить с энергоинформационным полем воды. А действие этого поля основано на жизнедеятельности темы тех самых кластеров скоплений эфирных водных молекул. Давайте познакомимся с каждым из семи кластеров водного эфира. Первой мы увидели в потоке воды фиолетовую сферу. Это основа для первого энергоинформационного кластера, который назовем модулем эфирного кислорода. Модуль для нас в данном случае это фрагмент. Часть общей программы, которую несет эфирная вода. Что такое кислород? В природе это вещество, газ, которым вы дышите. Кислород наряду с водой является основой вашей жизни на биологическом уровне, на уровне физической материи. Кислород означает рождающий кислоту. И хотя кислород не всегда рождает кислоты, нам важно понять, что кислота в данном случае не просто химическое соединение. Сейчас ведем речь о ДНК. Дезоксирионуклеидовой кислоте. Кислород на тонком плане несет программы для ДНК человека и других существ. И в этом смысле он действительно рождает важные программы для дезоксирибо-нуклеидовой кислоты. Для генетики следует понимать, что эфирный кислород программирует физическую, биологическую ДНК. Но это происходит на разных уровнях, через разные виды материи. С помощью эфирного кислорода осуществляется очень сложный процесс, который будет изучен наукой вашего мира в будущем. Итак, первый кластер эфирной воды – это модуль эфирного кислорода, который программирует ДНК живых существ. Эфирная вода передает свои программы воде физической. А та, в свою очередь, передает программы для ДНК. Модуль эфирного кислорода мы обозначили как сферу – шар фиолетового цвета. Второй кластер мы увидели как додекаэдр – светло-синего цвета. Его назовем модулем полимерного эфира. Полимерность – это то, что объединяет разные миры и измерения. Данный модуль принимает энергоинформацию из пятого измерения. От эфира пятого измерения специальные энергоинформационные потоки приходят в водный мир четвертого измерения, а потом становятся достоянием воды как вещества вашего четырехмерного мира. Модуль полимерного эфира воздействует не на ДНК человека, не непосредственно на его биологическую генетику, а на ту генетику, которую можно назвать тонкоматериальной, полевой, физической генетикой. Проявление этой генетики видят, например, те исследователи, которые изучают с помощью различных приборов ауру человека. Итак, второй кластер, который мы увидели в форме светло-синего додекаэдера, является модулем полимерного эфира, несущего программы из пятого измерения и определяет развитие тонкоматериальной физической генетики, различных тонкоматериальных полей внутри и вокруг вашего физического тела. Тонкая физическая материя – это все то, что человек пока не может воспринимать своими обычными органами чувств. Можно сказать, это невидимая физическая материя, которая активно влияет на видимую физическую материю. Третий кластер – светло-голубой экосайдр. Многогранник, сторонниками которого являются треугольники. Это модуль водных эфирных программ для триединства физической, ментальной и астральной материи. Сокращенно, модуль триединства физической, ментальной и астральной материи. В вашем мире долгое время эти три вида материи являлись доминирующими. Взаимодействие между ними, их гармонизация во многом осуществлялась благодаря эфирным программам, которые для людей приходили через воду. Гармоничное взаимодействие этих трех материй, их уравновешенное триединство, приводит к гармонии физического тела человека, к его мыслям и его чувствам. Как правило, именно такой гармонией обладают люди, которые живут на природе, рядом с источниками воды, насыщенные модулями эфирных программ для физического, ментального и астрального триединства. Модуль эфирных программ для триединства физической, ментальной и астральной материи способен не только гармонизировать эти материи, но и преобразовывать их в соответствии с новыми эволюционными задачами. Четвертый кластер по форме напоминает веретено. Это два зеркально отраженных конуса, соединенных между собой основаниями. Мы увидели такие конусы окрашенными в зеленый цвет. Помните, в чем основное предназначение веретена? На веретено наматывается нить, а потом из нитей создаются ткани. Наше светло-зеленое веретено играет роль производителя ткани для создания разного рода кристаллических структур. Эфирные программы, привносимые водой, помогают создавать нити, из которых сотворяются разные кристаллические структуры, в том числе те структуры, которые вы называли планетарными кристаллическими решетками. В частности, без эфирных кристаллических программ, которые были привнесены на планету через воду, семья света не смогла бы создать кристаллическую биоматрицу 999. Без таких программ было бы невозможно сотворить ячейку огненно-кристаллической биоматрицы 999. Невозможно создание огненной планетарной решетки. Столь необходимой сейчас Земле для перехода в новый эволюционный цикл. Итак, четвертый водный кластер – это модуль для сотворения и развития кристаллических структур, сокращенно эфирно-кристаллический модуль. Пятый кластер мы определили как два зеркально отраженных конуса желтого цвета, соединенных между собой вершинами. По форме такая структура напоминает песочные часы. И это не случайно. Эфирно-водные песочные часы помогают осуществить перенастройку программ индивидуального времени. То есть программ времени для каждого человека, для каждого существа. И вот что интересно. Эфирная вода пятого измерения через физическую воду четвертого измерения не имеет непосредственных контактов с вашей темпоральной временной материей. Она оказывает воздействие на специальный сакральный центр, который можно назвать центром эталонного времени. Такой центр есть как у самой планеты, так и у каждого живого существа, живущего на ней. У людей этот центр расположен в комплексе многомерных тел на стыке тела психического и темпорального, но по мере перенастройки программ индивидуального времени центр расширится до соединения тел темпорального и тела огненного. Поэтому пятый кластер мы назовем модулем для программ времени или иначе модулем эталонного времени. Сейчас этот модуль несет программы настройки на обновленное время нового эволюционного цикла, который останется временем обладать всеми 13 свойствами времени, включая и его божественную целостность, которой время четырехмерности было до сих пор лишено. Шестой кластер мы увидели как три оранжевых тора, образующих единую торовую систему. С помощью данного модуля эфирная вода несет программы для единства трех материй, которые призваны активно развиваться в новом эволюционном цикле. Это материи психическая, темпоральная и огненная. Они также тесно связаны между собой в три единства, как физическая, ментальная и астральная материи. Таким образом, шестой кластер назовем модулем эфирных программ для развития психической, темпоральной и огненной материй, сокращенно модуль триединства психической, темпоральной и огненной материи. Он не только развивает триединство, гармоничное взаимодействие этих трех форм материй, но и сами данные виды материй, которые достигнут более высокого уровня развития в новом эволюционном цикле. Седьмой кластер предстал перед вашим внутренним зрением в виде цветка с семью розовыми лепестками. Этот кластер несет энергоинформацию эфирного водорода. Как вы знаете, вместе с кислородом водород образует воду. А помните, на что влияет эфирный кислород? На ДНК, на вашу физическую генетику. А как полагаете, на что? Тогда влияет эфирный водород. Он влияет на те слои ДНК, которые не являются физическими, биологическими составляющими. В вашей генетике, безусловно, есть духовная составляющая. Это та глубинная генетика, которая тесно связывает вас с божественным началом, с Богом-творцом и постепенно преображает людей в божественных творцов, в Бога-человеков. В кластере эфирного водорода заложена энергия божественной любви. И она дает начало для жизнедеятельности всем остальным модулям эфирной воды. Седьмой кластер – это модуль эфирного водорода. Именно этот модуль прежде всего отвечает вам, когда вы начинаете с любовью общаться с водой. А затем он активирует действия других эфирных модулей. А теперь возвращаемся к тому событию, о котором я сообщил в начале. 11 декабря 2016 года вода всей планеты всего вашего мира примет новый восьмой водно-эфирный кластер. И этот кластер, образованный из эфирных молекул пятимерного водорода, сначала объединит семь вышеперечисленных модулей в одну структуру. Схематически мы можем это изобразить так. Внешней сферой для шести модулей станет первый модуль, который мы назвали модулем эфирного кислорода. Это фиолетовая сфера. Внутри сферы остальные модули. Центральной вертикальной осью вновь образованной структуры станут песочные часы и веретено. Это эфирно-кристаллический модуль и модуль эталонного времени. Они начнут задавать энергоинформационный тон в работе эфирной воды. Эфирно-кристаллический модуль станет активно вырабатывать новые энергоинформационные структуры для воды, начнет теснее взаимодействовать с водой, которая все еще сможет принимать форму жидких кристаллов. Жидкие кристаллы – это фазовое состояние воды, когда она, оставаясь собственно водой при определенных обстоятельствах, одновременно является и кристаллом. Молекулы воды меняются, обретая новые свойства. При этом важно понять, что именно кристаллы обладают наибольшей способностью принимать и распространять энергоинформацию. И это значит, что вода, все чаще проявляясь жидкими кристаллами фазовых состояний, многократно увеличит свою способность принимать и распространять энергоинформацию из высших миров, из высших измерений. При этом она сама будет получать новые качества, которыми не обладала ранее. Модуль эталонного времени песочной часы будет активно взаимодействовать с цветком пространства времени нового цикла. Благодаря этому эфирная вода сможет влиять на формирование всех видов материй физической, ментальной, астральной, психической, темпоральной, огненной, эфирной. Внутри песочных часов три модуля для развития психической, темпоральной и огненной материй системы из трех торов. Все эти виды материй будут сонастраиваться с эталонным временем, получая энергоинформацию от цветка пространства времени нового эволюционного цикла. При этом каждый из них, из этих трех модулей, специализируется преимущественно на развитии одного из трех перечисленных выше видов материи. с эталонным временем также активно будут сотрудничать и два модуля эфирного водорода в песочных часах. Один из них на схеме нижний рисунок, второй направлен на активное сотворчество с темпоральной материи, а другой на схеме верхней на сотворчество с психической и огненной материями. Восьмой кластер, который придет в эфирную воду, как модуль пятимерного водорода, не только объединит все модули в единую структуру, он воистину позволит стать в воде вашего мира квантовой. Она станет в большей степени веществом многомерным, усилит свои волновые свойства. Модуль пятимерного водорода начнет активный процесс образования триальности водорода. По сути, процесс преобразования воды из вещества, определяемого формулой H2O, вещество, определяемое формулой H3O, перейдет на качественно новый уровень. При этом следует понимать, что третья молекула водорода пока не станет третьей физической молекулой. Она останется эфирной молекулой водорода, которая постепенно, по мере эволюции, будет обретать свойства физической материи для осуществления изменения формулы воды на H3O. Потребуются десятки лет. Но также важно понять, когда молекула водорода станет реальной, начнется активное преобразование всей вашей физической материи и, безусловно, других видов материи. Ваша материя значительно уменьшит свою плотность, повысятся ее вибрации, увеличится ее способность к развитию и к взаимодействию с высшими видами материи. В реальности это приведет к изменению почвы, к появлению новых растений и даже новых форм жизни. Изменится и физическое тело самого человека. Как, например, у некоторых людей появится способность регенерировать части тела, внутренние органы. Позже такие способности станут обретать все большее количество людей. Поэтому важность перемен, которые произойдут с водой, трудно переоценить. Меняется вода, меняются все формы жизни, меняется весь мир. Вернемся к нашей системе, в которой объединены все семь модулей эфирной воды. Рисунок номер два. Вам важно показать, как в эту схему встроится модуль пятимерного эфирного водорода. Обозначим в центре сферы волну, состоящую из трех синусоид, оранжевой, голубой, золотой. Она станет горизонтальной энергоинформационной осью для всей структуры. Эти три синусоиды – это символическое отображение реальности эфирного пятимерного водорода. Рисунок номер три. Обращаю внимание, когда мы говорим о пятимерном эфирном водороде, спешащем ваш мир, это не значит, что именно пятимерная эфирная молекула сольется с четырехмерным водородом. Это невозможно. Но модуль станет передавать энергоинформационные импульсы с помощью специальных волн. Эти импульсы, несущие специальную энергоинформацию пятого измерения, начнут создавать особую третью молекулу водорода, связанную с кислородом новой связью. Начнется активный процесс образования реальности водорода. Новая молекула водорода будет отличаться от старой молекулы водорода. В свое время это обнаружат ученые вашего мира, и это станет одним из важных научных достижений науки будущего. 11 декабря 2016 года Всей воде вашего мира будет отправлен мощный световой импульс. Семья света передаст наиважнейший энергоинформационный пакет в мировые океаны, в реки, озера, всех континентов, в подземные водные резервуары, процессы, которые мы запустим в этом месяце, начнут активно развиваться в течение всего следующего 2017 года. От имени семьи света предлагаю объявить для вас, активных сотрудников света, читателей световых сайтов, журнала «Мировой челенинг», духовные сообщения участников проекта Вознесения, следующий 2017 год, годом рождения новой воды. В течение этого года мы еще не раз уделим внимание развитию процессов, связанных с сотворением планетарной воды, для нового эволюционного цикла. Итак, 2017 год, год рождения новой воды. Галактический Христос Мельцехедек, одухотворяющий галактику Млечный Путь, Млечный Путь,